Я кто, я где. Как я давно не был в мире пространственной аномалии. Поговорить с Маркусом. Фонарика налобного у меня нет. Ну в общем-то пошли, а еда. Ну вот можно покушать и попить. Не понял, какой-то кровосос появился. Вот мы и на месте. Это старый военный резерв. Не знаю, как долго здесь лежит это оружие. Но будем надеяться, что оно до сих пор в отличном состоянии. Как дверь собираешься открывать? У меня все на мази. Я ключ от этой двери нашел в логове этого струнглава. Кое-что отсюда я уже себе взял. Думаю, что и ты сможешь здесь найти что-то полезное для себя. Вот ключ от двери. Бери все, что сможешь унести на себе. Я подожду снаружи. Да что вы все пристали? Да, наконец-то я могу сюда войти. Что у нас тут есть? Во-первых, калаши. РПК даже. А, РПК. РПК. Подожди, он выглядит как РПК модель. Реально, смотри. А по факту это не РПК. А ну-ка, подожди-ка. А, это пулемет или? Да, это пулемет. Как будто бы пулемет. Просто в Гансе, как мы помним, модели пулемета нет. Поэтому получается так. Кстати, а что он будет стрелять-то, этот пулемет? А теми будет. Нормально, в общем-то, все. Давай решим, что унесем. В принципе, у меня есть улучшенный автомат. А, так смотри-ка. Тут все пулеметы, что ли, было в оригинале. Но мы себе оставляем один. Ну, в общем, все, что нужно, я взял. Тут уже рассвет потихоньку начинается. Ну что там, готов уже? Да, готов. Вот, забирай ключ. Пусть у тебя будет. Значит, слушай. Большая часть группы сейчас в сарае. Они для чего-то оставили там шурупа. Нужно попытаться его спасти. Самый простой способ сделать это. Вырубить электричество в сарае и перебить их в темноте. Ну, как план? И еще одно. Могу я задать вопрос? План прост и понятен. А насчет вопроса, я думаю, что сейчас не самое подходящее время для разговоров. Да я как раз-таки о сложившейся ситуации и хотел поговорить. Ты уверен, что сможешь вступить в бой с наемниками? Ведь ты, наверное, знаешь многих из них. Смогу. У меня не было друзей. Не, почему у меня? Но друзей, может, у меня и не было, но были подчиненные. Да, ну, выбора нет. Займись с наемниками в сарае, я попытаюсь освободить остальных. Понял, ты иди. Я как справлюсь, сразу же к вам на подмогу пойду. В общем, кто не видел, ребят, прохождение прошлых серий, потому что я даже сам сейчас много чего не могу вспомнить. В лица, так скажем. Посмотрите по ссылке в описании плейлист с самого начала этого прохождения. Там все будет вам ясно и понятно. Я так думаю, это тоже финал, в принципе, да? Что у нас два финала подряд будет. Финал воспоминания и финал этого мода. Но я не против. Время темновато так. Пять часов утра. Я же говорю, мне чуть пора... Ладно, выбора у меня все равно особо нет. Придется идти. Там, значит, наймы, которых надо перебить. Ну, вот есть бизончик с ночным прицелом. А по-другому я не знаю как, потому что ни хрена не видно. А так, в принципе, что-то кого-то разглядеть можно. Опа. Даже... Даже ваншот есть. Представляете, пригодился ПНВ прицел. Дожили же. И все лишь только потому, что нет фонаря. А, молодцы. Покидайте гранаты в закрытом здании. Опа, был там кто-то. Ого. Этого ранил. Его можно даже не добивать, чтобы допросить, допустим, условно. Можно это сделать? Этот раненый, вот, кстати, подорвал себя, походу. Этот. Поговорить с Шурупом. Пространка, конечно, легендарнейший мод. О, они Шурупа, оказывается, в плену держали. А ну-ка, вот так, осветим его. Он на святой железке сидит. Видите, она светится как... Ооо. Спасибо тебе, зверь. Уже второй раз мою шкуру спасаешь. Неужели наемники сюда из-за меня пришли? Нет. Они здесь по другим причинам. Артефакт Компаса ищут. Думают, что мы нашли его. Из-за этого кувалду убили, суки. Да, вот так ситуация получается. Значит, это не все наемники, что пришли. И часть до сих пор держится в заложниках всех остальных. Да, Маркус пошел им на подмогу. Думаю, что он придумает, как их освободить. Слушай, иди помоги ему. От меня пользы мало будет. Они мне здорово бока намяли. Так что я лучше здесь подожду. Идет? Ладно, сиди здесь. А я побежал. Вот это крыса, конечно. Слушай, а может он предатель какой-то? Иди, Грин. Дверь, молодец. Твое наступление отвлекло Тесака и позволило взять ситуацию под наш контроль. Мы взяли несколько наемников в плен. Но Тесаку и остальным удалось сбежать. В общем, беги к нам. Лютый хочет с тобой поговорить. Поговорить с Лютом. Какое описание у квеста? Маркус написал, что им удалось освободиться из плена наемников. А Тесак и его компания убежали. Нужно поговорить с Лютом по этому поводу. Как хорошо, так вот чувствуется, да? Это атмосфера рассвета. Когда воздух еще холодный. Небо вон. Розовое зарево. Получается, по заданию я возвращаюсь сюда. Склад продовольствия. Опять же, включаю фонарь. Какая-то кромешная тьма. Какая-то неадекватно кромешная. Прям уж очень черная. У нас уже восход. То есть, чуть-чуть лучей будто бы должно сюда проникать. Но если я зайду, просто... Семень как будто бы прям перед глазами. Ну ладно. Здорово, мужики. Вот они сидят. Короче, как-то с балансом света проблема. То, значит, темно. Там, где темно не должно быть. То, вот смотри, он светится как священный. Тканевая куртка же не будет так светиться. Ну да ладно. Ты как, зверь? Как там шуруп? Он в порядке? Думаю, что Маркус уже сообщил тебе, что здесь произошло. Да, все хорошо. Я убил всех наемников, что находились в сарае. Шурупом все хорошо. Да и со мной тоже. Очень жаль, что тесак этот и несколько братков его сбежали. Уже, наверное, и с аномалии свалить успели. Но ничего, они еще ответят за смерть кувалды. Этот сволочь еще и дешифратор с собой унесла. Значит, ты все-таки его нашел. Впрочем, какая теперь разница? Ладно, слушай. У меня идея появилась одна. Я уже с ребятами обсудил ее. Думаю, и с тобой нужно поговорить по этому поводу. В общем, лучше нам остаться в этом бункере. Тут и дверь есть, и укрытие от выброса надежное. Что скажешь по этому поводу? Думаю, что это хорошая идея. После случившегося глупо возвращаться в дырявый сарай, что у всех на виду. Вот и я так думаю. Кстати, те наемники, которых нам удалось взять в плену. В общем, они тоже попытались сбежать. Пришлось их убить. Они сделали свой выбор. Маркус уже рассказал тебе, что он нашел ключ от диспетчерской, и теперь у нас есть боеприпасы? Да, он мне уже рассказал об этом. Это действительно хорошая новость. Ладно, трепать позже будем. Сейчас нужно свет здесь включить. Ты когда в сарае свет вырубил, то он и здесь вырубился тоже. Я уже шурупу написал, чтобы он обратно включить попробовал, но у него не вышло. Видимо, где-то здесь есть трансформатор, и для того, чтобы включить свет, его нужно перезапустить. Мы с резакомом нашли здесь кое-какие схемы. Выяснилось, что трансформатор находится недалеко от сарая, в подземке. Поручаю его перезапуск тебе. Вход в эту подземку закрыт. Но шуруп написал, что сможет взломать замок. В общем, иди, он будет ждать тебя рядом со входом в это подземелье. Понял, займусь этим прямо сейчас. В ящики можно спер... О, что-то ложить, складывать. Здорово, мужик. Ну, здравствуй. Вот они завалили Свободовцы кувалду. Гады, блин. А ты теперь торгуешь или как? Нет, он просто так стоит, как будто торгуется. Вот он ждет меня. О, наконец-то ты пришел. Лю, ты уже рассказал тебе о том, что предстоит сделать? Рассказал в общих чертах. Тогда пошли, помогу тебе решетку открыть. Только учти, я с тобой в подземелье это не порезу. Мало ли, что там обитает. Я открою тебе вход, а сам на базу побегу. Ты и без меня справишься. Готов? Пошли. Какие-то все лентяи непонятные. Тут я с тобой не пойду, этот я с тобой не пойду. Никто никуда не пойдет. Так, Лю, ты сказал, что трансформатор должен быть где-то здесь. Подожди немного, я попытаюсь открыть решетку. Давай, удачи. Все, дальше ты сам. Думаю, ты знаешь, как выглядит трансформаторная будка. Просто поверни рубильник и возвращайся. Они как будто хотят меня закрыть внутри, знаешь? Такое чувство складывается. Так я что-то был, кстати? Это не оно? Не оно, наверное. Опа, лейтенант Бунчук. Стоя там, где стоишь. Кто такой? Чего я сюда полез? Успокойся, лейтенант. Наемник я. Сюда пришел трансформатор перезапустить. Ну, допустим, я тебе поверил. А решетку-то как открыл? Не человек один помог ее открыть? А вы давно здесь? Ага, вот так я взял и рассказал. Пойди, вон у генерала спроси. Может, расскажет. Ладно, поговорю с вашим генералом. Ни хрена не видно. Долговцы попали, прикинь. Генерал Таченко. Эй, сталкер, что за чертовщина тут происходит? Где мы находимся? Хотел бы я сам знать, что это за место. Судя по всему, аномалия какая-то. Вы помните, как тут оказались? Это что еще за аномалия? Пространственная. Вы здесь не одни. Недалеко отсюда есть группа сталкеров. Они уже давно внутри аномалии. Более двух месяцев. Ну так ты помнишь, как вы здесь оказались? Твою мать. Только еще этих подарков зоны нам не хватало. Помню только, что шли мы по агропрому. И яркая вспышка. Вот мы и здесь все в себя пришли. Ладно, мне еще электричество подать нужно. Поговорим позже. Ну вот он, рубильник. Вернулся к лютому. Что я? Все? А они меня так отпустят? Ладно, пока. А где лютый? А, он тут уже устроился. Нормально вы. Отлично, зверь. Хорошая работа. Теперь хотя бы свет есть. Как все прошло? В поднимке я встретил долговца. Там целая группа из пяти человек. Ничего себе. Вот так новость. И давно они там? Нет. В аномалию они попали совсем недавно. О нас ты ничего не говорил? Я рассказал им о нашей группе. Но соединить наша группа не предлагал. Ну, если они к нам не просились, то смысла предлагать им это нет. Главное, чтобы когда у них еда закончится, они у нас ее отнимать не пришли. Ничего. Наемникам дали отпор и им дадим. Если потребуется. Ладно. Хватит об этом. Сейчас нужно вытащить из бункера трупы и похоронить их. А после почтить память кувалды. Понял. Пошли. 27 дней спустя. Я не умер от голода. Покойся с миром, кувалда. Ну, зверь. Есть хорошие новости. Тебе удалось найти медикаменты, что помогут поднять больных ребят на ноги. Ситуация сложная. Еще хотя бы день-два без лекарств и все. Похороним парней. Кое-какие лекарства я добыл. Но, увы, только на один раз и то. Всем троим не хватит. Дозы только две. Да и те могут не справить ситуацию. А ведь все из-за мяса мутантского. Кто же знал, что тот кабан болен был. Нам главное не унывать сейчас. Остановимся пока на том, что удалось добыть. Проблема другая. Я не уверен, смогу ли я выбирать среди ребят, кому дать лекарства, а кому нет. Может, сделаешь это сам? Ладно. Я распределю лекарства. Спасибо. Сам я такого решения не приму. Как понимаешь. Больные у нас Дуболом, Маркус и Резак. Подумай и реши, кому ты дашь лекарства. Удачи. Увидимся. А это у нас случайно не свой парень. Нет. Змей. Где больные-то? А, тут оказывается еще огромная комната. Вот все, кто за печень держится. Бандос. Хотя он вроде не бандос, он норм тип. Этот типок тоже норм, между прочим. Он мне помог. Помните? Он не раскрыл мою тайну, так скажем. Что я наемник, я хотел убить сталкера. У меня был заказ. То есть, я думаю, он заслуживает, как минимум. Вот этого деда я даже не помню, честно говоря. Вообще, сейв бы отдельно сделать. Ты кто, дед? Как чувствуешь себя, Дуболом? Не лучшим образом. Бандос в роли тоже норм тип. Короче, ладно. Бандосу? Вот те лекарства. Много дозы найти? Нет. Только две дозы. Задачит, что после принятия лекарства у меня будет два пути. Либо сдохнуть, либо пополнить ряды здоровых. Но в любом случае, спасибо. Ну и этому за то, что он сохранил. Как ты, Маркус? Хотел бы я сказать, что нормально, но это не так. Звери, я так хреново себя не чувствовал никогда. Вот лекарство. Держи. Вот, а дед там все равно старый. А деда? Я не помню. Все? Я уже отдал лекарство. Ничего, я понимаю, у каждого своя судьба. Если мне суждено умереть здесь, значит так тому и быть. Попытаюсь найти лекарство. Ценю твою попытку помочь на всякий случай. Давай попрощаемся с тобой. Возможно, это наш последний разговор. Я найду лекарство. Некоторое время спустя. Переговорить с лютым. Ну и запись новая в блокноте. Примерно где-то месяц уже прошел со дня смерти Кубалды. Но от этого не легче. Совпадение или нет, но именно после той ночи у нас появились серьезные проблемы. Зараженное мясо. Не лучшая пища. Так к нам на базу и пришла эта эпидемия. Кое-какие лекарства для ребят мне удалось найти. Но увы, этого крайне мало. Всем больным медикаментов точно не хватит. Ну остается выбирать. Я же это прочитал вроде. Ладно, как-то с запозданием как будто запись пришла. Переговорить с лютым. А почему я опять проснулся тут? Причем я тут спал отдельно от всех. Похоже на то. Шмальба какая-то. Ну это долговцы там что-то стреляют походу. Тебя не было несколько дней. Где ты пропадал так долго? Я искал лекарства, а ночевал в сарае. Там у меня было больше шансов встретить кого-то живого. Увы, но спасти всех ты не успел. Тубаном скончался вчера ночью. Мы похоронили его недалеко от базы. А я так и не попрощался с ним. Я и сам не успел с ним попрощаться. До последнего надеялся, что он сможет удалить болезнь. Ты это сказал? Ты это сказал, что медикаменты искал. Удалось еще хоть несколько ампул найти. Маркус и Резарк чувствуют себя уже лучше, но им нужно продолжать лечение. Ах да, вот это мы нашли в вещах дуболома. Кажется это тебе. Нет, больше вакцин я не нашел. Жаль. Будем надеяться, что одного вакцинирования хватит, чтобы удалить болезнь полностью. Ну ладно, что-то я заговорился здесь с тобой. Иди отдохни. Дай мне побыть одному. Ой, честно, вот эта компания вся меня напрягает. Жаль, есть к тебе один разговор. Зайди ко мне. Сидя здесь, извините меня, в подвале, нихрена не делают. Вот этот клютый особенно, да? Сидит такой важный, хер бумажный. Руки за спину. И типа такой крутой. Ну так иди тоже ищи. Зачем ты здесь сидишь, прожираешь запасы? Ничего не делаешь абсолютно. Типа командир такой. Я вообще, по сути, один хожу. Ищу. Ну пойдем, поговорим с Каченко. Чего? Какой враг? Монолитовцы поперлись сюда. Где еще? А, так тут вот даже покойники есть. Подожди, они тут были? Не, походу их покушали мутанты. Теперь у меня есть прицел. А нужно мне в ту сторону, чтобы к долгцам попасть. А вы меня звали, мужики? Здравия желаю, сталкер. У тебя еды случайно нету, а? Надоело уже местную радиоактивную свиньи дожрать. Пищи человеческой хочется. Нет, генерал, сам голодный, как собака хожу. Ага, а я не рассчитывал, что ты безвозмездно подеришься. Поэтому я тебе обмен предлагаю. Мы когда были в рейде, артефактов пару штук нашли. И хотели их ученым сдать. Готов их все обменять на еду. Примим от тебя любую еду. Консервы, колбасу или хлеб. Не столь важно, но нужно нам не менее 8 единиц продовольствия. Думаю, на первое время хватит. По рукам? Ладно, постараюсь найти для вас еды. А там на поверхности прям монолитовцев надо было долутать. У меня же нет 8 единиц еды. 5, 6, 7, 8. Подожди, мне как раз 8. Но это будет последняя еда, по-моему. Принимай. Пришлось поднапрячься, чтобы ее добыть. Ага, конечно. Ладно. Свою часть уговора ты выполнил? Молодец. Вот, держи артефакты. Если выберешься из этой чертовой аномалии, сможешь продать закругленькую сумму. Отлично. Ага, как же. Что-то уже совсем мало верится, что из этой аномалии есть выход. Бывай. Постой, сталкер. Есть еще дело к тебе. Во время вылазки из бункера, бунчук автомат свой потерял. Помоги его найти. За мной не заржавеет. Сам понимаешь, бойцу без оружия туго придется. Примерное место поиска указать сможешь? А ты у него сам спроси. Он тебе все расскажет. Ладно. Ну что, боец, рассказывай, где потерял оружие. Приблизительное место указать можешь? Я тебе могу точное место указать. Я знаю, где ствол лежит. Ну так а в чем проблема? Чего вы мне тогда голову морочите? Сами бы уже давно сходили да забрали. Понимаешь, тут такое дело. В общем, я его не потерял, а специально бросил. Во время вылазки на меня напал кровосос. Выхода не было. Пришлось отстреливаться от него. Но автомат дал осечку и заклинил. Времени перезаряжаться не было. Поэтому я бросил автомат. Пальнул пару раз в рожу этому гаду из пистолета и кинулся на утек. Не могу я генералу сказать, что я от мутанта убежал. Я безоружно за автоматом сходить не могу. Помоги сталкеру, верни автомат. Я тебе по гроб жизни благодарен буду. Да что ж ты будешь делать? Ладно, схожу за твоим стволом. Мы кровососов не боимся. Так а монолитовцев таки обыскать бы по-хорошему. Раз еды теперь. А так я еду у всех забрал. Вот колбаска таки есть. Батончик еще. Нормально. Идти надо примерно в том направлении. Опа. Ну давай. Готов, гад. Так, автомат. Да прям где-то здесь как будто. А, Абакан. Только я теперь перегружен. Мужик, я принес тебе твой автомат. Значит ствола твоего. Забрал его или нет? Да, забрал уже твой ствол. Возле него кстати и кровососа, что тебя напугал, встретил. Не напугал меня. Просто ситуация так сложилась. Единственным вариантом было убежать от него. Не оправдывайся, мне все равно. Испугался ты его или нет? Вот, держи свой ствол. Благодарю. Теперь и в рейд с ребятами смогу ходить. Да и спокойнее со стволом на плече будет. А то тут кое-кто слишком психованный стал. Вот, держи от меня небольшой презент за помощь. Деньги все равно больше мне не нужны. Может хоть тебе пригодятся. Спасибо, пойду я. Выполнено отдать автомат. Дверь, я поймал какой-то сигнал возле сарая. Ты недалеко от него. Сходи туда и узнай, что там творится. Мужики, вы бы сами вышли из бункера и свою жопу размяли. А то постоянно сидите дома. Ну в убежище. Пойдем посмотрим, там кто-то появился. Дед какой-то. Поговори с неизвестным. Ты пистолет неправильно держишь, дедушка. Спасибо тебе, добрый человек. Сам я точно не справился бы. Слишком старый я уже. А зверьё взбесилось что-то в последнее время. Прохода не даёт. Да не за что, старик. А ты кто будешь? Лесник я. Обитая в Рыжем Лесу. Слыхал о нём? Ваши запросы о помощи на приёмник словил. Решил помочь, пока компас при себе имею. Запросы о помощи, это твоих рук дело. Я так понимаю. Или ты здесь не один? Погоди, как ты... Так ты, чтобы нас вытащить отсюда пришёл? Да, сынок. У меня для этого дела компас с собой. Нихрена, дед СВДшку достал. Он-то и поможет вывести тебя и других, если они есть, конечно, из этой ловушки. Я здесь не один. Немного севернее у нас лагерь. Нас много здесь застряло. А ещё группа долговцев в подемке. Ну, показывай дорогу к вашему лагерю. Нужно встретиться с остальными хлопцами. Ага, иди за мной. Чтобы реально идти. То есть нас даже не переместят. Привык, как в модах Аджикана. Ну, по крайней мере, это в последнем этом воспоминании. Опа, и переместили. А где дед? Фу, дед, я напугался, блин. Ты чё исчезаешь? Так, ну первым делом к сталкерам. Хотя, опять же, ближе к долговцам. Ну, ладно. Сухроп, рассказывай, как там дела. Сюда, дед, сюда. Чего? Заходи. А, он за мной идёт. Ребята, я привёл подмогу. Дедушка нас выведет отсюда. Поговорить с Лютым. Здравствуй. Кого это ты привёл? Он назывался лесником и сказал, что сможет вывести нас из аномалии. Ты это серьёзно? Так, нужно срочно с ним поговорить. Этим и займусь. А ты пока проверь ещё один сигнал. Ладно. Ещё один? Они сговорились, что ли? Откуда поступает сигнал? Он почти там же, где и предыдущий. Я тебе сейчас координаты скину. Сходи, проверь, что там. А я, пожалуй, с лесником поговорю. Ладно, скидывай координаты. Так, вроде бы всё. Координаты уже должны быть у тебя. Так, сигнал, да, тут тоже недалеко, в общем-то. О, там что-то шмальба. Опять, наверное, монолитовцы появились. Рация? А ну-ка, сигнал, ну где-то здесь, типа. Так это за забором. А как я попаду за забор? Только если как-то вот так вот. Ага, конечно. Что, подвал? О, да, кстати, подвал. К-к-контролёр. Рябой. Я смогу? Я смогу. Почему я не хочу, чтобы это... Со мной вот это... Эй, мужик, что с тобой? Ты в порядке? Я нормальный. Я нормальный. Я выдержу. Я смогу. Ты меня слышишь? Нет, этого не будет со мной. Не будет этого со мной. Да отзовись же ты. Башка. Эта фигня вообще полная. Это... Рябой я. Излучение. Что бьё... Горбун. Горбун погиб. Горбун? Кто такой Горбун? Сталкер. Мы вместе отправились на выжигатель. Горбун, я и лысый. Что вы делали возле выжигателя? Много я не помню. На радаре. Мы решили сократить путь. Пошли через Режелес. Как оказалось, там ничуть не безопасней. В заборе есть дырка. Можно обойти некоторые патрули монолитовцев. Не... Не... Ты это... Что? Не помню. Голос зовёт. Нужно идти. Я был там. Я видел это. Оно залезло ко мне в мозги и говорило со мной. Оно говорило со мной. В голове звучал ужасный голос, выжигая мозги. Ужас, ужас. Не ходи туда. Оно станет тобой так же, как стало мной. Дикая боль в голове. И голос шепчет мне. Распокойся, дружище. Всё хорошо. Ты уже в безопасности. Шёпот. Шёпот. И скрип детских качелей. Оно в моей голове. И я сам стал чудовищем. Нет, нельзя. Друг, передай Лысому мой артефакт. Это всё, что я нашёл там, когда оно влезло мне в голову. Лысый передаст это моей жене, моему сыну. Это компенсирует и... Что компенсирует? Не надо, мужик! Вот так бывает. Дверь! Подземелье творится что-то странное. Зайди ко мне. Пойдём посмотрим. Так, что за Серафим я получил? Это вот это? Нет, обычай цепень. А Серафим? Это кто? Вскрываем дверь. Спускаемся вниз. Так, этот раненый. Долговцы мёртвые. Не понял. Генерал Таченко. Эй, эй, наёмник. Да, дай воды. Не могу больше. Дай воды и попись. Водички дай. Что за хрень? Я не могу... Я не могу подойти к тебе. Меня отбрасывает назад. Что тут произошло? Аномалия, судя по всему. Только поменьше. Я не могу выбраться отсюда. Запасы еды и воды уже вышли. А ребята... Один пропал. Где-то он таки смог выбраться из этой чёртовой ловушки. А остальные? Это полковник, похоже. С ума сошёл. Ребят пострелял. И себе пуль в лоб. Вот я и остался один. Погоди. Я был у вас недавно и всё было нормально. Ты мне только что сообщение бросил. Как всё это могло так быстро произойти? Недавно? Почти неделя прошла с того момента, как я отправил сообщение. Я и потом с кем-нибудь связываться пытался. Но не мог. КПК отказывался отправлять сообщение. Почти неделя? Да какого хрена в этой чёртовой зоне происходит? Как такое может быть? Что здесь творится вообще? Сейчас это уже интересует меня меньше всего. Уходи отсюда. Дай побыть одному. Прощай, генерал. Чёрт. Аномалия не перестаёт меня удивлять. Да. Ну, ладно. Это, в общем-то, видение авторов пространственной аномалии, что произошло с группой Таченко. Помните? В оригинале, когда мы находим... Наемник. Ну, где ты там ходишь? Надоело уже ждать тебя. Иди ко мне. Я иду, дедушка, иду. Но приду я к тебе уже, скорее всего, в следующей серии. А пока ссылка на плейлист в описании под видео. Там же находится ссылка, по которой при желании вы можете меня поддержать. Всем спасибо. Счастливо. Увидимся уже совсем скоро. Счастливо.